В Москва-Сити состоялся пятый Global Vision Summit, ключевое деловое событие о новых рынках и технологиях. На саммите эксперты впервые обсудили итоги первой практики применения цифрового рубля, ведущий тренд на рынке инвестиций, цифровых финансовых активов после годового внедрения, расширения BRICS, топ российских IT-проектов. Лучшие стратегии для ведения бизнеса и увеличения дохода в десятикратном размере. Поговорили о том, какие инвестиции покажут самый высокий рост. Обсудили и многое другое для тех, кто интересуется классическими и цифровыми активами. Пятый Global Vision Summit освещает ведущие тренды. Среди них цифровой рубль, цифровые финансовые активы, внедрение искусственного интеллекта и чата GPT. Все это составляющие единой матрицы цифровой экономики РФ, драйверы ее роста в санкционных условиях и в период перехода в новый технологический уклад. Модератором сессии стал Андрей Михайлишин, сооснователь ЦФА-центра, член экспертного совета при Госдуме по вопросу законодательного регулирования криптовалют. Спикер Максим Хрусталев, директор Центра цифровых финансовых активов ПСБ. Тоже Денис затронул очень важную тему. Как раз Максим, я бы хотел задать вопрос. У тебя как раз большой опыт и работы в одном из крупнейших банков, и с другой стороны ты генеральный директор оператора информационной системы по выпуску цифровых финансовых активов. И вот как раз Денис немного затронул эту тему, связанную с компонентарностью между цифровым рублем и ЦФА, цифровым финансовым активом. Потому что казалось бы, это все элементы цифровой экономики. И у нас цифровые финансовые активы, программируемая история со смарт-контрактами. И с другой стороны, цифрового рубля мы тоже ждем возможность использовать смарт-контракты и вроде как цифровые рубли – это программируемые деньги. И казалось бы, их есть синергия. И когда Банк России проводил консультации с игроками рынка, я помню, что именно биржи, например, говорили о том, что да, это очень интересно, как раз можно делать различные работы в механике. Но я не видел среди АИСов, вернее, я не видел АИСы, оградок инновационных систем, я не видел среди участников эксперимента. Вот как ты смотришь на вот это? Это действительно интересная тема, и в этом что-то есть, есть синергия? Либо это я понимаю. В этом, конечно, есть синергия, но я бы сразу хотел поправить, но я бы сразу хотел поправить, но я бы специализовал бы, почему он поднесут, потому что Рай Фабар, он в двух списках сразу находится. И в списке 13 игроков, которые проводят пилоты пластилистового рубля, и списки оператов вынес. Поэтому, как ленинг, делал оператор участок в этом эксперименте. Вопрос в том, что сам эксперимент, который проходит, он… там проводится операция, которая меньше применима потом на текущий момент в цифрах. То есть это покупки, продажи, в принципе, прилавки, возврат и поставить летские пути для того, чтобы потестировать платформу и понять, как дальше было развивать это направление. Мы, конечно же, ждем, когда платформа ценового рубля дозрит до того момента, когда можно будет отличиться к ней уже в тех компаниях и использовать все преимущества, которые заявлены при ее анонсировании. Ну, то есть это, я сказал, контракты и так далее. Почему, ну, есть, как мне кажется, в большой… в большой финансе энергии? Ну, потому что, над использованием финансовых активов и цифрового рубля можно обосновать элементы, затвердивая финансовые системы. И эти элементы, они будут органично наполнять уже то, что есть на текущий момент в традиционных финансах, ну, и отчасти, возможно, будут заменять какие-то операции, которые более эффективны и дешево проводить с помощью своей финансовой активы. Но для этого, конечно, нужно достаточно серьезное техническое развитие. Как это, я вижу, я, если пофантазирую, то это либо, там, более сложно будет, когда цифровой… когда смарт-контракт с цифровой финансовой активой, смарт-контракт с цифровой рубля как-то заменять друг другу, либо более простой путь, когда просто смарт-контракт с цифрового финансового актива можно открывать цифровой счет на платформе цифрового рубля и на этот цифровой счет управлять по заложению при создании смарт-контракта алгоритма. В этом случае, как раз, и вот и возникает возможность делать очень интересные продукты, которые могут подмениться, в том числе и некоторые банковские, и, наоборот, усилить то, что уже есть. Например, первое, что приходит в голову сразу же – это какие-нибудь аккредитивы. Это можно легко заменить цифровым финансовым активом и упростить операции, связанные с покупкой и продажей каких-то сложных объектов. Спасибо. Андрей, а может быть, мы обратимся к залу, может быть, у кого-то в зале есть вопрос, даже самый простой. Сейчас, сейчас пока микрофон, да, да-да-да. Как раз Максим упомянул и про возможность использования цифрового рубля, да, создания, по сути, дефайных инструментов, децентрализованных финансов. Тоже про прошлый анонс, будет секция во второй половине дня, как раз совместится в организации, и там эксперты тоже поговорят об этом. Да, вопросы. Павел Нойков, на сколько уже Теххаб? Месяц назад провели такую закрытую сессию с вопросом для интерстартапов. Есть ли место для стартапов по всей эксистенции правого рубля? Интерсенция короткая? Нет. Максим. Вопрос вам. Где вы видите все-таки этот продукт? Может быть, у тебя расстроится? Участие в финтеаковой компании? Не зависит от внешних, может быть, еще где-то. Ни один стартап фонда Сколково не нашел для себя один, кто нашел и сказал, можно продавать курсы. Вот это единственный стартап, пожалуйста, раскройте тему. Участие в финтеаковой компании. Видел для себя эту перспективу. Но, если вы просто пофантазируйте, это же Global Vision называется хором. Я два года назад заключал сделку на продукты квартиры. В сравнении с тем, как их проходило 15 лет назад, когда я в ТВ покупал квартиры, на небо и земля. Просто мы пришли в ВТВ. Единственное, что, поскольку сделок входил в ВТВ и продавец просили мне открыть там счет, мне пришлось там открыть счет, перевести деньги на коллектив. Затем, соответственно, я просто подождал несколько дней, и мне пришло уведомление о том, что, соответственно, на выписку я заявляю, те ваши. Деньги ушли продавцам коллектива. Вот так. Представим теперь финтеак-компанию условных коллекционных, да? И вместо объявлений там фигурируют цифровые финансовые активы в покупке и продаже квартиры. То есть продавец изначально вместо объявления выпускает цифровые финансовые активы на продажу своих квартир, который подтвержден сразу после езды, что квартиру принадлежат ему. Дальше покупатель приходит, посмотрел, ему все понравилось, он перевел свои цифровые рубли на цифровой счет смарт-контракта. Смарт-контракт выдал сигнал в средства о том, что деньги получили, но средства перевел в средства недвижимость на новое владельца. Все, смарт-контракт закрылся. Вот ЧАН – это не финтех история со сформированием. То есть, мне кажется, это очень интересно, это намного проще. Мне уже не придется открывать счет банки, с которыми я не работаю. Лишнее прослое, как и сифрового рубля. То есть, не в самый рубль. Ну, лишнее прослое, я не сказал, что лишнее прослое – это все равно рубль. То есть, как что бы это ни было – это рубль. Но исчезли посредники. Мне нужен теперь банк, который подтвердит, что право собственности перешло. Ну, надо отметить, спасибо большое, Максим.